Смотрели вообще? Не, мы не смотрели, но мы думали, что... А, я помню, Death Note, Death Note, Death Note. Там дальше Sonic был, в любом случае там они... Нашел бы кто-то один. Ну что, начинаем. Это совсем, конечно, другой уровень. Всё-таки тот последний, две игры, которые мы смотрели, он играет, ну, прям, мега стабильно. Очень стандартно, очень надёжно. Кто это такой? Sonic победил против Spaylor. Why do people say, happy is banned? Интересный вопрос. Витман говорит, Миша, привет от Питера и семьи. Чатику, здравствуйте, спасибо за Варик и Домчанский. Привет, Витман. Сегодня, к сожалению, Домчанского не будет, но, с другой стороны, к счастью, у нас сегодня Warcraft. И Warcraft будет обязательно в воскресенье. На этот первый турнир, который проводит ФКС, я точно, как комментатор, приду. И, скорее всего, следующие турниры тоже буду кастить. Первый турнир будет в воскресенье вечером. Там призовой также двадцатка, проводится на ГГ. А на второе и третье место даёт? Да, там есть второе и третье. То есть первая десятка. Ну и там стандартное ещё правило. То есть это не бо-1 и стандартная карта, а вот именно черкаем. Бо-1, потом Бо-3, Бо-5. Ну, Барсикот. А это... Ну, расскажи, пожалуйста, опять же, тут же... Ты играл, во-первых, с Тоддом? Да. Удавалось тебе его в последнее время выигрывать? Что нужно против него делать? И как ты снял каком-то нон-нейм Хуману, если Тодда убиваешь? Ну, это тот, когда я последний раз тренировался, где было год назад, полгода. А-а-а, ну это было совсем... Нет, тогда тот играл на... Паттлнет старый. Так. Ну, после этого он меня забанил у тебя на канале и сказал то, что я читер. А-а-а, я помню эту историю, да. Да. Но ты не признался, да? Да, я не признался, потому что я стримил, как я мог признаться, понимаешь? Пацаны из чатика видели, все, и я буду признаваться. Неплохо, неплохо. Так, быстрый тег от Кэша, Барсик. Ну, это контракт... Быстрой нычки, если она будет, и к рефламу. Потому что, ну, Барсик все-таки лучше, чем Блэйдмастер против... А тот очень любит играть. Ну, мы видели, да, что он этих рефлов просто... Строит с двух бараков на Т2А. Но тот ожидает Барсик, потому что он построил уже башню, она будет готова к прибытию. К прибытию почти будет готова. Очень по таймингу хорошо. Это вот видно, что, ну, тот очень профессионально в свое время уже играл очень хорошо. И вот эти тайминги он... Тайминги... Зачем cancel против фута ножник? Он не убивает же. Что cancel? Какой к концу? Вон здесь. Ой, блин, я делаю пинг-кнези. Нет, он... Магаз cancel нул и терять еще... Раба. Стоп. Стыдно, стыдно. Стыдно, стыдно. Ой, я думаю, какие балбесы иногда вот протыкивают. Ну, хорошо, хорошо, ты не спамишь это. Да, Миш, я забыл то, что еще другие здесь, я вообще-то никогда... Угу, забыл там. 10 человек в апсах сидит, стримеры все. Что эти немцы себе позволяют. Но ты... Кстати, они же не знают, что это сокол пинганул. Надо... Можно выдать сокола реально. Но мы не можем чатиться, к сожалению. А магазин он, скорее всего, отменил... Может быть. Я, конечно, не орг, но могу тебе подсказать. Для того, чтобы не было оперативной инфы у Футмена, относительно... Ну, у Хумена, что вот строится магазин, и у него такое-то количество хп, что вот маг не выбирал, что можно прибежать и отменить. То есть, ну, какой смысл тебе строить магаз, если точно знают, что его делают, и где его делают, и что он уже битый? Ну, какой смысл? Ну, может быть. Ну, вот, видишь. Так. Ну, дальше, дальше. Что дальше? Нейтральный герой, что ли? Почему он, конечно, не заказывает? А, потому что у него Т2 только достроились. Потому что у него Т2 не готов. Просто в рефорже у меня леса у орков не очень различимы. То есть, не сразу понимаешь. Закончился грейд, пока не тыкнешь или нет. А я вижу, что все уже готово. Почему не сдают объект? Ну, это с рефорж. А, в A2SK написал Сокол. Помню, как ты с открытой карты против Тода играл. Неплохо, неплохо. Не, ну, на самом деле ничего в этом страшного нет. Просто есть опция. Ты галочку ставишь в Fog of War. Типа, если ты разведал, как... Это еще со второго, с первого Варкрафта. Это легальная опция. Ты заходишь и тыкаешь ее. Просто если сделал разведку, можно, чтобы туман войны, он не убирался. Просто некоторые не пользуются этой настройкой в игре. Так все легально. Так, получай второй уровень архимаг, скорее всего. Нет! Да нет, там сейчас будет. Это так или не так? Волк убил одного Мурлока. Слушай, ты как будто викторина у тебя какая-то. Я не знаю. Нет. Ну, это не принципиально уже. Ну, это не принципиально экспо есть. Ну, да. Ну, во-первых... А сколько экспо? 64. Дааааа. Это подозрительно. Ну, не знаю. Ладно. При этом выходит Таурен с аурой первой. Строится Вармилка. Строится Шаманница. Стандарта. То есть это будет... Ну, новый стандарт, так скажем. У Тодда нормальный девайс на архимаге как-то за защитой пинта. Ну и сила, которую он передаст им Кескевич. Плотненький, хороший. Кэш грамотно контролит. Ну, конечно, умеет. Мне хочется, конечно, чтобы Кэш одержал победу. При всем уважении к Тодду, он, конечно, там за время карьеры своей успел наговорить много всего, но с другой стороны... Плохого тоже, да. Да. Но зато он в Граби с одной командой. Ну, ты-то за орка, понятное дело. Биф. А сейчас они-то... У них биф. Они это... Биф? Кэш. Э, Кэш Тоддс, Граби. Ой, минус волк. Ну, это первый волк, справедливость ради. Можно тут попробовать подрезать Элема или... Да, и... Ай! Крипа чуть не подрезал. Да, видел, но... Не, ну, самое главное, Кэш пытается выиграть время. Да. Замедлить криппинг Эльфа Тодда. Тут как бы выходит только-только МК, а там Таурен уже второй, и поставленный нычек. Даже не второй, два с половиной. Сейчас ему, наверное, на желтую справа нужно рандомить артефакт какой-нибудь. Или на центр, на мастерскую. Короче, надо выбивать какой-нибудь артефакт классный. Ой, МК сразу такой злость стал. Он бежит. Что-что-что-что? А, кольца типа сразу, да? Сила, кольцо и эти. Крутой. Кэш крипит. Правильно делает. Говорит, добил волком одного Мурлока на стриме у Тодда видел, говорит, Кекс. А, ты еще ходишь по стримам на Твич к французам, да, Кекс? Ну ладно, хорошо, хоть здесь ты. С подписочкой еще. Спасибо, Кекс. Куда бы ты ни ходил, хорошо, что возвращаешься. Да, у нас лучше, у нас семья, Кекс. Видишь, Миша тебе даже спасибо сказал. Мне Миша так никогда не говорит. Он только меня критикует. Я просто хочу, чтобы ты был лучше. Тем более, такое простор у тебя для выполнения этой задачи. Так, третий, третий Таурену Кэша. Старкок говорит, я всегда на ГГ и хожу, и я на Турал. Неплохо, неплохо. Неплохо. МК прокачивается, Архимаг третий. Такое впечатление, что тот планирует вот с таким вот лимитом идти сейчас на Эксп. Ой, Джезель Иллюзия может зайти хорошо. Там же важно... Ох, а у МК, правда, амулет маны. Слушай, артефакты тут... О, он может словить. Я как раз про то, что иллюзия, иллюзия, можно с... Один болт от одного болта вывернуться от первого. Турен 3? Во, и вещь, что делает? Ай, иллюзия спалила. Блин, какой же громадный тот. А, иллюзия игрока атакуют. Их еще одна пошла иллюзия на нычку. Попай поток из-за этого сделал кэш перч на иллюзию, чтобы она не прошла на нычку. Да. А, он послал ее через Аклик. Ага, все пошло. Что? Что? Да я более чем уверен, что тот... Ну да, ты прав. Сейчас хочет узнать, все разведал. Да, так, по крайней мере, он знает тайминг. Точно, когда там Экс будет готов, когда планировать атаку. Инвул на Турене тоже дает вам возможность не словить первый, один из самых важных молотков. И сделать стомп. Да, и сделать стомп. Мы это все видели. Новая мета появилась на голде. Ну так, по крайней мере, она... Уже орки начали прям показывать, как надо ставить базу, и что с ней при правильной игре ничего не сделать. Хуман. Тодд решается не ставить нычку, решается идти. И теряет... Почему шаманы спирили? Да, это... Это ошибка. Не, ну он не ожидал Тодда там, конечно. Он просто шел, ну... Вампиризм есть, вампиризм есть, смотри. Да. Позиция очень плохая для атаки. Ну хотя можно тролля забрать было, вот этого из которого выпадает все. Скров спит. Куда? Зачем? Почему? Он хочет за дому войти. Хочет войти тут. Кэш не такой. Он думал, что... Блин. Короче, плохо все. О, рифленого подрезали, смотри. О-о-о. Как он? Не, ну кэш я начинал работать нычка. И сорочка еще выходит на... Ой, Тодд. А что... Что происходит? Он занят крипом. С крипами мы через атаку справимся. И кэш идет разводить. Пилот есть? Интересно, пилот есть? Да, есть. О-о-о-о. Так это шикарно. Фермы прям поставлены против грабежа. Но... Там же экспант работает. Экспант работает. И кэш решает идти... Ой, в смысле, Тодд хотел сначала на эксп, потом переоценил ситуацию. Увидел, что Кэш зашел внутрь и... Ну, базой. И что слишком большой урон будет нанесен. И решил стелепортироваться. Короче, Кэш выиграл время, которое необходимо. Очень важное время, да. И при этом Кэш-то прочитал то, что Тодд хочет идти типа в all-in. Не ставит нычку, потому что он идет over 50 сплай. Ну, и хотел идти в атаку. Это прекраснейшее решение от Кэша. И у него герои хорошо закуплены. Есть у обоих героев свитки лечения. У грантов, что мне не хватает, один армор на атаку. Один грейд на армор. Против рифлов очень бы зашел. Потому что рифлов два армора на атаку. Минус грант. Нет, успевает. Ой, плохая позиция у Кэша. Включается спиды, чтобы зайти. Зайти прям в сэндвич. Делается диспел, делается болтный ТЦ. Ну, подрезаем рифла, по крайней мере. Слушай, там ополченцев много. Может быть, там стомпанем, а? ЛС, ЛС. На одного гранта и все. Стомп неплохой. Хороший. Кэш не делает ЛС. Есть, есть, есть один ЛС. И сейчас вот хорошо можно стомпануть. Стомп прекрасный, следующий. Ну, падают гранты, кстати. О, Лайтнинг Шилд на Таурена. Тут сейчас ЛС хорош. Диспелится. Есть бутылек, если что. МК. МК может умереть? Нет. Ай. У МК еще 300 маны. Что с ним делать? Сейчас Таурен умрет. У него есть хил еще. Нет, надо было завязать. Вот это очень плохо. 60 лимит на 50, причем отступающимся. И тот у него фулл мана на МК. Бэш у МК не Клаб. Можно еще одного шамана потерять сейчас. Выкупает Таурена, убивает рабочих, которые на мой возвращаются домой. Кэш сейчас нужно разводить, пытаться проверять. Таурен. Теряются очень много шаманов. Бэш на еще одного шамана. И этот шаман убегает. Смотри. Ой, а ты смотри сверху на базе. Да, тот не прост. Совсем не прост. А, это минус кэш. Ну, сейчас можно вернуться к репингу и попробовать экспон поставить. Тот возвращается назад. Черт. А, тот подумал то, что кэш разводит. И вернулся назад. А, кэш пошел домой. Красные гранты. Грейт на атаку делается. Город в Асаде. Хм. Ну, ничко-то есть. Странсается башней у Тода на базе, чтобы не было развода. Крепится немножко, чтобы получить, скорее всего... Ну, стать ближе к пятому уровню. Ту-ду-ду-ду-ду. Арктонс, привет. Виктор Зоринс, спасибо. Кэш очень пассивно еще действует. Мог бы хотя бы 4-4 получить. Но он разведал нычку, не нашел. И тот пошел наверх. Сейчас почти 5 против. Неправильный. Все, увидел. АП, что может найти? Можем потерять. Бэш. Готовился там поржем снимать. Ну, просто сейчас от этой атаки не отбиться, к сожалению. Там МК очень дикий. Блин, инвул не прожал эту вреду. Без перед линька баш. Ну, один стоп зайдет сейчас. Да, зайдет. Надо включать сейчас инвул. Уже включать инвул. Во, красиво. Там был болт? Включил инвул. Да. Хорош. Делается стомп. Ну, к сожалению. Ну, там МК фуловый просто. И Архмаг сейчас будет пятый. Отличный молоток. Пятый Архмаг. Так, Таурен без всего умирает, скорее всего. Да, это ГГ. Ну, неудачное сражение. Потеря Таурена. Увы. Ну, там МК вообще. Ну, посмотри на этого МК. У него мана. Все, все, все. Да. Но, вот что я подметил. И ты так подумал. Ну, ладно, окей. То, что он делает Бэш. А не Клэп. Все другие хумы делают Клэп. А Бэш вот сейчас очень хорошо зашел. Он очень много делал. Там, три из трех юнитов только Бэшем отжал. Нормально.